А где-то на солнечной стороне улицы уже вовсю начинает расцветать красавица Черри. Посмотрите, как быстро всё. Я даже не верю, что я увидела уже Черри во всём её великолепии. Вот к нам заезжие гости, мотоциклисты, Ямаха и всё прочее дальше. Не знаю, вроде ещё пока нет никакого у нас здесь фестиваля, откуда они приехали целой толпой. Мы приехали всю дорогу из Лондона, в Иоанна. Очень красиво, очень красивый день, солнечный день. Мы будем здесь весь вечер. Векенд. И сколько людей у вас в вашей группе? Семь. Семь? Да, и мы на байках. И что название байки у вас есть? Я имею в виду Кавасаки. Кавасаки, Сиэк-Ханго. Ага. У меня есть несколько Ямаха, тоже. И вы любите быть здесь? Я люблю, да. Вы только первый раз в Иоанна. Для меня это первый раз. Когда мы приехали, они приехали второй или третьей раз. И вы опять вернули? Вы опять вернули? Я люблю это. И снова всем привет, друзья. Я начала свое видео с небольшого интервью, которое я здесь опять спонтанно экспромтом взяла. Вот увидела байкеров, которые приехали на наш остров, как обычно. И решила поговорить с одним из них. Я надеюсь, что вы поняли. Но я вкратце, наверное, поясню. Я спросила, сколько их там, откуда они приехали, сколько человек. И мне мужчина объяснил, что вот они приехали, семь человек на выходные покататься, потому что здесь прекрасная погода, отдохнуть, посмотреть вокруг. И перечислил марки своих мотоциклов. Ямаха, Ява и еще какая-то, уже не знаю даже. Кто интересуется, может еще раз прослушать. Ну и я спросила, были ли они здесь раньше. Он сказал, что он здесь впервые. А вот его друзья один второй раз, а другой даже уже третий раз посещает остров. Им здесь очень нравится. Ну вот как-то так. Надеюсь, что вам понравилось. Ну а вообще, друзья, я сегодня с вами в прекрасный солнечный день. Хочу погулять по набережной в Райде. Вот это у нас городской пляж. С левой стороны вы видите. Сегодня здесь гуляет много людей. И те, кто желает посмотреть на англичан обычных, ну вот как раз есть возможность послушать меня, посмотреть на англичан. Друзья, хочу еще пояснить вам ситуацию, которая произошла. Наверное, те, кто успел посмотреть мое видео о том, как помирились Гарри и Уильям. И я показывала плачущую королеву. И я показывала трансляцию полную почти. Самые основные моменты похорон принца Филиппа 17 апреля в субботу по каналу BBC. И вы знаете, это видео очень понравилось. Спасибо большое всем, кто написал добрый отзыв по моей работе. Я очень старалась. Я потратила практически весь свой день, чтобы смонтировать это видео, чтобы прокомментировать то, что я показывала на экране. И вы знаете, оно у меня всего лишь навсего пробыло один день. Там за один день очень большое количество просмотров. Ночью, когда я уже ложилась спать, я посмотрела, там было порядка 15 тысяч просмотров. Это меньше, чем за 12 часов. И опять вышло это видео в топ. Я была очень рада этому. И что вы думаете, на следующий день утром, когда я опять в очередной раз открыла свой компьютер, я увидела, что мне YouTube заблокировал это видео. В общем, канал BBC подал на меня жалобу, что я нарушаю права. Это канал BBC является именно единственным правообладателем, чтобы показывать такие видео. Поэтому я очень сожалею, друзья. Это не по моей вине произошло. Ну и я немного, конечно, подозревала, когда делала видео. Но я подумала, что кто его знает, все-таки я провела какой-то свой здесь комментарий. Ну, в общем, что случилось, то случилось, друзья. Всем, кто не успел посмотреть, уже я ничего предложить не могу. Я просто информирую, если кто-то, может быть, не понял, что произошло. Такое бывает. У меня несколько видео вот так вот снимали с просмотра неожиданно. Именно из-за того, что какой-то чужой контент используется. Даже любой кусочек музыки, который вдруг прозвучит где-то в магазине, если я гуляю, сразу же YouTube блокирует видео. Ну вот, пояснила. А сейчас, вы видите, я пришла показать вам, что пруд наш все-таки открылся. Он стоял закрытый после этого страшного случая. Гибели массовой здесь птиц был закрыт. Расследование проводили англичане очень долго и тщательно. И вот спустя три месяца пруд этот опять открыли. Ну вот, я сейчас здесь погуляю с вами вокруг, и мы поговорим. Я сегодня хочу вернуться опять к тому видео, которое наделало много шума. Я сняла недавно о десяти вещах, которые мне очень не нравятся в Англии. В частности, на том острове Уайт, на котором я живу. Я рассказывала об этом. Ну и вы знаете, очень неоднозначные там комментарии. Люди не очень поняли, о чем идет речь. Они почему-то перевели все те недостатки, которые случаются постоянно в английской жизни, встречаются. И вы знаете, меня удивило то, что многие мне не поверили, что я якобы наговариваю на страну. Так вот, вы знаете, как раз тут в недавнем разговоре именно об этом с моими русскоязычными здесь знакомыми, которые тоже имеют такой же точно взгляд на Англию, как и я. Они мне предложили открыть форум и посмотреть русскоязычный форум «Русские за границей». И там очень много тоже говорят о том, что нравится, что не нравится в разных странах. И вот, друзья, я хочу некоторые для вас такие отзывы сейчас и рассказать. И вот первое впечатление. Анна из Германии, молодая девушка. Она пишет. «Я всегда мечтала жить в Европе. И вот после института я решила попробовать уехать в Германию. Конечно же, мне помогли мои родители. Я поступила в языковую школу. Благополучно ее закончила, сдала экзамены. На этом не стала останавливаться и пошла учиться дальше. В университет. Ведь наши дипломы в Германии никому не нужны. А с европейским дипломом для тебя открыты двери всего мира». Пока училась, времени особо не было задуматься о том, как мне живется. Вся в делах, вся в заботах. Да и вообще я считала, что я сейчас здесь закрепилась. И зарубежка. Теперь это вся моя жизнь. Мысли о том, что я сделала что-то не так, начали закрадываться уже после того, как я прошла практику и подписала рабочий контракт с немецкой фирмой. У меня стало больше свободного времени, и я начала тосковать по России, по моим родным и близким людям. Я стала все чаще и чаще приезжать в Россию, приезжать к ним в гости. Уже не один раз в год, а два, а то и три раза. И в какой-то момент я поняла, что мне вообще не близок немецкий менталитет, и что я не могу и не хочу жить по размеренным правилам и по ежедневнику. У немцев все расписано до мелочей. Мне, чтобы пойти попить кофе со знакомой, нужно было записаться в ее органайзер за две недели. А чтобы купить вещь взамен той, которая сломалась, допустим, сегодня, нужно занести ее в список покупок на следующую неделю, несмотря на то, что есть деньги и есть возможность купить ее сразу. И это не шутка. У нас с моим молодым человеком, он немец, как-то сломался чайник, а вечером мы должны были ехать за покупками по нашему списку. Так вот, он не разрешил мне купить новый чайник, потому что его не было в нашем списке. И мы всю неделю кипятили воду в кастрюле, представляете, и жили без чайника. Романтика и спонтанность это вообще не об этой нации. Я уже не говорю о том, чтобы открыть дверь перед девушкой или оплатить счет в ресторане. Равноправие значит равноправие во всем. И это так иногда коробит. Финальной точкой в моем решении вернуться в Россию стало именно вот это вот ссоры из-за чайника с моим молодым человеком. И вот спустя 10 лет эмиграции ура! Я вернулась домой. Ну, понятно, конечно, что эта девушка вполне обеспеченная и с деньгами жила припеваючи, как говорится, на всем готовом. И все-таки, тем не менее, вот видите, ей не понравилась абсолютно вот такая размеренная жизнь немцев. Вот их вот эти вот постоянные придирки, постоянные какие-то записи в органайзер, что ничего нельзя сделать спонтанно. То есть она поняла, что совершенно другой менталитет. И спустя 10 лет вернулась обратно в Россию. Интересно вот послушать вот такие вот, конечно, откровения, но я хочу вам сейчас еще более трезвый взгляд уже другой женщины из Швейцарии тоже рассказать. Для многих Швейцария – это страна дорогих часов, надежных банков и вкуснейшего сыра. Там достойный уровень жизни, лучшая медицина и одни из самых высоких зарплат в мире. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Ну вот Мария из Красноярска прожила в итальянской части Швейцарии 4 года и вот что она рассказала. Летом 2016 года мы с подругой поехали отдыхать в Индию. И там я случайно познакомилась с парнем по имени Филиппа. Парень жил в Швейцарии. Мы разговорились, он оказался хореографом и он оказалось занимается тем же, что и я. Я занимаюсь балетными танцами, а он как раз хореограф. И это нас очень сблизило. Мы подружились, стали переписываться и в конце концов, после нескольких моих прилетов к нему в Швейцарию и обратно в Красноярск, я поняла, что нужно нам уже объединяться. Мы решили сделать визу невесты и пожениться. Сейчас у меня есть разрешение на жительство категории Б. Ограничений много. В частности, я не имею права голосовать и получать бесплатное образование. Но через два года я смогу подать на категорию С и уже после этого, через семь лет, претендовать на гражданство. Расскажу немного, в какой части страны Швейцарии я живу. Швейцария поделена на кантоны. И мы живем в одном из итальянских кантонов, Тичино. Это примерно в 50 километрах от Милана. Главный город Тичино – Беллинсона. Так вот, хоть это и называется город, это, конечно, тоже деревня. В Швейцарии существует только три крупных города – Сюрих, Берн и Женева. Мы живем в арендованном старинном доме 1860 года. Там нет отопления. На первом этаже стоит буржуйка. Остальные комнаты мы греем электрокаминами. И дальше Мария перечисляет основные траты в этой стране. Аренда дома в нашем регионе стоит от 1200 франков в месяц. То есть, примерно 95 тысяч рублей. Дальше, если в доме есть котел для отопления, цена может доходить до 2000 франков. Это 160 тысяч рублей в месяц. Коммуналка оплачивается раз в три месяца или раз в полгода. За электричество, например, за три месяца мы платили около 600 франков или 48 тысяч рублей. На еду в месяц выходило около 2000 франков. Это 160 тысяч рублей. Если к нам часто заходили гости, то мы могли свои траты увеличить до 3000. Это уже 240 тысяч рублей. Сходить вдвоем в ресторан 70-80 франков это 6-7 тысяч рублей. Но это только в нашем районе, в маленькой деревушке. В центре это будет в разы дороже. Ежегодный налог на дорогу 1000 франков это 80 тысяч рублей. После оплаты тебе наклеивают стикер на лобовое стекло и ты уже можешь спокойно ездить по всем дорогам. В Сибири, говорит дальше Мария, я занималась фрирайдом. Когда переезжала в Швейцарию, думала, ну все, еду в Альпы. Все крутые спуски у меня под ногой. По итогу, за 4 года нашей жизни в Швейцарии я была всего лишь один раз в горах. Это путешествие обошлось нам примерно в 1000 франков. Это больше 80 тысяч рублей за две ночи. Красота, конечно, неимоверная вокруг, но кататься здесь было безумно дорого. За свою базовую медицинскую страховку я плачу около 200 франков в месяц или 16 тысяч рублей. Но самая хорошая страховка здесь стоит от 500 франков. Это 40 тысяч рублей и выше. В нее даже входят услуги дантиста, массаж и прочие радости. Я ходила к зубному как-то платно и самый легкий кариес мне обошелся примерно в 150 франков. Это 11 тысяч рублей. Ну и дальше Мария рассказывает о ее впечатлениях от самих швейцарцев. Она говорит «Швейцарцы всегда совсем согласны, но это не значит, что они действительно согласны. Если в России я сталкиваюсь с бюрократической системой и конкретным человеком, от которого зависит решение моей проблемы, то сначала мы можем быть в конфронтации, наорать, нагрубить, но по итогу либо я ухожу ничего не добившись, либо человек входит в мое положение, идет мне навстречу и с улыбкой помогает. У нас улыбка и расслабление значит, что человек тебе скажет «Да». В Швейцарии тебе улыбаются, соглашаются, машут головой, переживают все твои проблемы так же, как и ты. Ну и в итоге говорят «Нет». Это было очень тяжело принять и понять. И еще проблемы, с которыми я столкнулась в Швейцарии, говорит Мария. Если у тебя нет местного образования, ты не человек. Невозможно попасть обычному человеку на хорошую должность. Я считаю, что мой уровень знания маркетинга был достаточно высоким. И я пыталась найти работу в этой сфере. Но без швейцарского диплома это нереально. Пока я жила в Швейцарии, меня не покидало чувство, что за мной постоянно кто-то следит. В какой-то момент мне приходили письма, что я плохо интегрируюсь в общество. или вот этим летом в связи с пандемией я работала в баре на пляже. Часть зарплаты мне давали наличкой. При этом я была устроена официально и за меня платили налоги. Тем не менее, несколько организаций написали мне письма с вопросом, почему я получала нелегально наличные. Там стучат все, вызывают полицию, пишут письма в мэрию. Причина может быть любая. Неправильно выкинули мусор, что-нибудь не так торчит из окна, неправильно я живу, создаю шум и всякое другое. Все соседи стучат друг на друга. И в конце концов Мария пишет, у меня сложилось впечатление, что местные жители, так как они окружены горами, там не видят ни восхода, ни заката. Это отражается на людях. И они при всей своей дружелюбности закрыты как гномы. И поэтому жить здесь очень трудно. И вот Мария говорит, что теперь она встала перед проблемой. Она очень хочет вернуться домой в Красноярск. Но она уже завязана здесь с мужем. Муж швейцарец. и возникает постоянная проблема. Где же все-таки постоянно жить? Так что вот так, друзья, я вам рассказала только и привела только два примера совершенно из разных стран. Наши российские сограждане разных возрастов делятся своими впечатлениями. Поэтому судите сами все, что вы услышали. это конечно опять субъективный взгляд, но тем не менее таких отзывов довольно много. И вы наверное тоже с ними встречались. Ну вот я хочу друзья спросить у вас понравилось ли вам вот такое, если я вам рассказываю не только свои впечатления от жизни в Англии, но и впечатления других людей разных возрастов, которые тоже живут в европейских странах. Ну и в конце друзья небольшой сюрприз и подарок для вас. Покажу вам сейчас пару, которая меня поразила. Посмотрите, две совершенно разные птицы. Это конечно гуси. И один гусь и второй. Но это ведь разные породы гусей. Можно конечно поискать, погуглить, посмотреть какая порода как называется. Вот тот гусь, который больше вдалеке. Он вообще по-моему похож на наших гусей домашних. Ну а вот этот мелкий совсем необычный. По-моему даже канадский похож на канадского, но нет. Так вот я что хочу показать. Вот наверное несчастье заставило вот этих вот совершенно разных пород гусей объединиться. Они вместе постоянно ходят. Они вот создали пару. Можете себе представить? Совершенно разные два вида гусей. Вот эти вот видите гуси. Вот они парочка плывет. Это одного вида гуси. Да канадские. А эти я уже давно хотела вам их показать. Ну вот сегодня нашла время. Да и потом они здесь близко стоят. Вот такую пару организовали эти гуси. От одиночества наверное. Потому что может быть погибли их напарники. Может быть еще что-то случилось. Но вот они здесь совершенно разные и постоянно вместе. это просто поразительно друзья. Ну а теперь уж точно все друзья. Не забывайте поставить лайк кому понравилось мое видео. Пожалуйста если вы хотите оставить свой комментарий то не переходите на личности и никого не обижайте. А на этом я с вами прощаюсь друзья. Как обычно желаю вам всего доброго. Берегите себя. Всем пока пока. Субтитры Субтитры